Пророк, алейхиссалату ассалам, что он сказал, «Ля кад раэйту раджулен, я тэкаллабу фил джанна, фи шэджар тинкатаа, мин захри тариф, канат тюзиль муслими». Хадис также передан от Абхурей, рада Аллаху Та'ля, пророк, алейхиссалату ассалам, говорит, «Я видел человека, который находится в раю, пребывает в раю, оказавшись там, за дерево, которое он срубил, убрав его с дороги мусульман, которое мешало мусульманам». Хадис, который передал мусульманам. В другой версии, также у мусульман сказано, «Мэр раджулен бигусни шэджара, аля захри тарифин факаль, валлахи, ла унаххиянна хаза анил мусульми». «Ля юзи, фаудхи ладжанна». Один человек проходил мимо ветки дерева, которая находилась на дороге и мешала мусульманам. И он сказал, «Клянусь Аллахом, я уберу это с дороги мусульман, чтобы не мешало это им, не причиняло им вред». И за это он был введен в рай. И в другой версии, которая приводится, сказано у них обоих, то есть имеется в виду и бухари и мусульман, сказано, «Однажды человек шел по дороге и нашел ветку колючки на дороге». Он убрал эту ветку колючую с дороги и поблагодарил его Аллах за это и простил его. Этот хадис приведен от Абу Хурейра, от пророка Али-Иссалата Уссалам. Пророк Али-Иссалата Уссалам увидел человека, который был в раю, и он был введен в рай за что? За дерево, которое он срубил с дороги мусульман, которое причиняло мусульманам вред. В другой версии сказано, что он вошел в рай, и Аллах Субхану Таля простил ему за ветку, которую он убрал с дороги мусульман. Здесь может быть ветка или дерево, которое мешает мусульманам сверху. То есть, когда идут люди, эта ветка сверху мешает им и головам, и глазам. Или может быть что-то снизу, со стороны ног мешает ходить. Как бы то ни было, этот человек убрал вот эту вот колючую ветку, которая мешала мусульманам, убрал ее с дороги, убрал ее в сторону, и Аллах Субхану Таля поблагодарил его за это и вел его за это в рай. Эта ветка мешала мусульманам как? Мешала им в каком плане? В духовном или в физическом плане мешала им тела? Мешала им их тела. Но Аллах Субхану Таля за такой, казалось бы, не очень большой поступок, не очень большое деяние. Аллах Субхану Таля простил этого человека и ввел его в рай. Здесь, в этом хадисе, указание на достоинство такой вещи, такого деяния, как убрать какое-то препятствие, что-то мешающее с дороги. И это одна из причин вхождения человека в рай. Смотрите, речь идет, мы сказали, о каком вреде? Вреде физическом, физического плана. И вот человек убрал этот физический вред и получил такую награду от Аллаха Субхану Таля. А представьте себе, если этот вред касается не каких-то физических затруднений для верующих, а речь идет о каком-то духовном вопросе, о каком-то духовном вреде. Духовный вред, потому что есть такие люди, которые приносят вред обществу мусульман, и великое зло, и распространяют различные порочные мысли среди мусульман, и нарушения вероубеждений мусульман, и различные идеологии, которые идут вразрез с Ураном и Сунной, и распространяют всякие дурные нравственные качества среди мусульман, и порочность избивают людей с пути Аллаха Субхану Таля. Чей вред больше для мусульман? Вред от ветки, которая лежит на дороге, или от таких людей, которые совершают подобное? Конечно же, от этих людей. Поэтому убрать вот таких вот людей с дороги мусульман, это, конечно, еще более достойное деяние. За это еще большая награда от Аллаха Субхану Таля во много раз больше, конечно, чем то, о чем говорится в этом хадисе. Если эти люди распространяют различные взгляды, эритические или атеистические, искажают религию Аллаха Субхану Таля, то нужно, чтобы среди мусульман, среди ученых мусульман, среди других мусульман простых, да, и туля, вулейм, чтобы были люди, которые дают им ответ, которые опровергают их взгляды, опровергают их заблуждения, разъясняют людям их заблуждения так, чтобы не получили распространение этих заблуждений. То есть должны быть люди, которые станут сразу на страже Курана и Сунны, не позволят распространять вот эти вот порочные мысли, давая на них опровержения. А если, после того, как было дано опровержение этим людям, разоплачены их вот эти порочные взгляды, эти люди все равно делают это, то тогда ложится время на правителя мусульман, он должен убрать таких людей с дороги мусульман. Не должны они причинять вред. Поэтому Аллах Субхану Таля говорит в Коране, Поистине, воздаянием тем, которые воюют с Аллахом и Его посланниками, которые распространяют на земле нечестие, стремятся распространять на земле нечестие, воздаянием им, что они должны быть казнены, или должны быть распяты, или должны быть отрезаны им руки и ноги крест-накрест, или должны быть высланы из земли. Некоторые ульяма говорят здесь вот это или, 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 почему та или иная казнь, в зависимости от того, какое преступление у человека, какую порчу он сеет на земле. В зависимости от этого, одно из этих наказаний будет этому человеку. Некоторые ульяма говорят, вот это вот или здесь, это для выбора. То есть правитель мусульман, у него есть выбор, он смотрит, что лучше в данном случае, что будет больше отстраской для этого человека, и в зависимости от этого выбирает одно из этих наказаний для тех, кто распространяет нечестие на земле. То есть он смотрит, что лучше будет здесь. Потому что, может быть, простые люди не понимают этого, но люди, у которых есть знания, они понимают, что может быть какое-то преступление, то, что распространяет человек, какое-то порочное воззрение или какие-то порочные деяния, может быть, оно кажется маленьким, на первый взгляд. Хорошо, но на самом деле плоды у него очень страшные, потом последствия будут очень тяжелые. Это явится потом заблуждением для умы, это будет сбивать умы с прямого пути. Поэтому правители, они должны убирать вот такое препятствие с пути мусульман. То есть всякий человек, который призывает козлу, нужно убирать его с дороги мусульман, или к атеизму призывает он, или к разрату, или к нечестию и так далее. То есть правитель мусульман должен заботиться, чтобы этого не было в мусульманском обществе, препятствовать им, и это вадьб, это обязанность правителя мусульман. Несомненно, раньше, в первые века этой умы, правители мусульман заботились об этом. Особенно, конечно, это касается первых, наиболее достойных поколений этой умы, сподвижников их последователей. Мы знаем, как серьезно относились к этому вопросу праведные халифы, те, которые были после них. Мы знаем с вами историю про то, как один исправительный мусульман казнил кого? Дядом Нудирхама, того, который был основоположником джахмизма, того, который исказил религию Аллаха, исказил убеждения правильные, а потом казнил его. Это было когда в день Курбан-Байрама, то есть в день Адель-Адха, праздника жертвоприношения, после хутбы, он спустился и сказал людям, что люди, люди, вы приносите свои жертвы, то есть режьте своих животных, а я сегодня принесу жертву его, дядом Нудирхама. За что? За то, что он говорит, за то, что он говорит, что Аллах не взял с себя Ибрагима халилем, возлюбленным, и не говорил с муссой разговором. То есть исказил религию Аллах, субхану Тааль. Поэтому сегодня, конечно, среди тех, кто руководит мусульманами, есть упущение в этом вопросе. Есть некоторое пренебрежение. А потом что происходит, что вот это зло, оно распространяется, увеличивается, увеличивается. То, что произошло сегодня в многих странах ислама с шиизмом, с рафидизмом. То есть сначала не обращали на это внимания. Ну, распространяют они взгляды. Ну, призывают к своим порочным взглядам шииты и рафидиты. Но потом, когда это распространилось так, что стало уже угрожать уме, спохватились многие, но уже слишком далеко зашло дело. И сейчас исправлять гораздо труднее уже, когда эти взгляды так распространились, подобно раковой опухоли среди мусульман. Поэтому, если бы вначале это все было пресечено, то это совсем легче потом исправлять. Как бы то ни было, убрать препятствия с дороги, будь то физическое препятствие, которое есть на дороге, мешает людям ходить, или это духовное какое-то препятствие, то, что мешает, становится препятствием на дороге сердца. Убрать с дороги ног, убрать с дороги сердца, это препятствие, это деяние, которое приближает к Аллаху Субхану Ва Тааля. И мы сказали, что больше награды убрать какое? Препятствие, препятствие с дороги сердца. За это великая награда Таллаху Субхану Ва Тааля. Мы отсюда понимаем достоинства ученых этой уммы, которые стоят на страже этой религии и ее вероубеждений. Продолжение следует...